С мужиками веселее, ладно уж, пускай живут! С мужиками-то веселее, ладно уж, пускай живут! Во Владимире прошел финал областного конкурса «Битва хоров». Лучшие вокальные коллективы приехали бороться за звание победителей. В ансамблях в основном поют люди старшего возраста. Нина Евстигнеева, в прошлом работник сельского хозяйства, решила связать свою жизнь с искусством еще до выхода на пенсию. Образование зоотехнику. Ну, вот уже 18 лет я возглавляю Бакинский дом культуры. Ну, я люблю, всегда любила песни, всегда любила творчество это. И вот теперь вот уже сколько, 18 лет в этом коллективе. Мы стараемся, хотим победить, поучаствовать в мероприятии. Ну, желательно быть победителем, не просто поучаствовать. Для победы в финале участникам необходимо быть самыми артистичными, попасть в точку со своим художественным образом и, конечно, показать вокальные данные. Владислав Литвинов поет в ансамбле «Русская душа» уже 13-й год. Раньше пел только в компании друзей, а после выхода на пенсию занялся музыкой вплотную. Я по профессии электрик, это никак не связано с песней, но этот ансамбль когда-то располагался в нашем поселке Боголюбово. И мы, так сказать, с женой вошли в состав ансамбля и начали гастролировать, так сказать, участвовать в этих концертах, выступлениях. Нам хочется показать, что мы умеем, чему нас, так сказать, учит наш руководитель. Конкурс проходит в рамках акции «Не вспоминать, а помнить». Она организована по поручению губернатора Светланы Орловой. Акция включает и встречи с ветеранами, и конкурс детских рисунков. Битву хоров организаторы надеются проводить ежегодно. Как оказалось, в каждом городе и районе очень много творческих коллективов именно из ветеранов, из пенсионеров. И общественные организации внесли предложение, давайте вот организуем на уровне области такой конкурс областной. Где-то более 280 коллективов в области у нас сегодня работают, встречаются, организуются, поют. Ну и победителями стали в каждом городе и районе были определены 19 коллективов. Сегодня здесь будет представлено 283 участника, которые будут петь для нас. Победители финала конкурса получат звание лауреатов первой, второй и третьей степени и, конечно, ценные призы для коллективов. Дарья Шиголева, Виталий Сергеев, Губерния, 33.